Кокшта угрозу для жителей представляют бродячие собаки. Жители микрорайона Бибер-Шелек бьют тревогу в социальных сетях, что бездомные собаки ищут корм, обходят земельные участки и кусают детей. Одна из тревоженных ситуаций с собаками – это Тагуль Рахимова. По её словам, её 10-летний сын боится гулять на улице 1. Несколько дней назад 15 бездомных собак средь бела дня чуть не напали на школьника. Мой третий классник встретил группу собак. Говорит, там было около 10-15 собак. Собаки отчаянно гонялись за ним. Если мы посмотрим на эту ситуацию, то сейчас можно начать бить тревогу. Мы дошли до ситуации, когда собаки нападают на людей. Проблема с собаками. По поводу собак пройти невозможно. Ну, как, люди жалуются. Вот когда проезжаешь или проходишь, собаки облаиваются. И лично у меня вот женщина просила помощи. Получается, типа, помогите пройти, невозможно пройти, собаки лавят. Вот проблема уже не разу это была. Ну, постоянно, короче, это. И летом тоже такая ситуация же по поводу собак. Много их, короче, здесь люди сами с щенками берут. И как они подрастут, уже неинтересно, и выкидывают их. И зависит это от людей тоже. Так что это не только зависит от собак. Местные жители сами тоже виноваты. Отстрел бродячих собак запрещен законом. По словам ответственных специалистов отрасли, стреляют только больных четвероногих. Остальных бездомных животных держат в приюте 15 дней, прививают от бешенства, чипируют и снова отпускают. В декабре прошлого года был объявлен тендер на охоту, забой, стерилизацию, вакцинацию и идентификацию диких животных. Провели конкурс по городу Кокшетау. Определились победители. Они уже начали свою работу. Из Айкуме к нам поступают письма. Везде, где есть собаки, мы отправляем специалистов. Данный вопрос также поднимался на брифинге, проведённом с участием Акима области Марата Ахмеджанова и представителей СМИ. В прошлом году на содержание чипирования 60 тысяч собак было потрачено 100 миллионов тенге, но положительного результата не было. Чипирование, оно не даёт должного, и кастрирование не даёт должного эффекта, потому что собаки становятся более ещё агрессивными. Поэтому сейчас вопросы, если их отдельного содержания требует увеличения финансирования, то есть эти проблемные вопросы сегодня на повестке дня. И я думаю, просто выделением бюджетных средств мы эту проблему не снимем. Необходимо принятие комплекса мер. Эксперты отмечают, что в течение недели будут проводиться рейды по временному содержанию бездомных собак. Однако их число всё равно невелико. Василий Павлиди, Аймгуль Назарова, Жорсуна Морзак, Кокщиак, Парад.